С 13 июня в Карагандинской области вновь ввели частичные ограничительные меры. Блокпосты установили вокруг Ческазгана, в Каркарелинском районе и в поселке Жарык Щетского района. В целом по стране 70% госслужащих и сотрудников бюджетных организаций с этой недели вновь отправлены на удаленный режим работы. В то же время в Таразии и Кибастузе ограничили время крупных торговых объектов и мест массового скопления людей. В Актюбинской области ввели новые ограничения по везу на территорию региона. Все эти меры были приняты из-за осложнившейся эпидситуации как в стране, так и за ее пределами. На две недели продлили карантин и на нефтегазовом месторождении Тенгиз. Мы продлили ограничительные меры на 14 дней. Сотрудникам потребуется соблюдать все необходимые меры и держать социальную дистанцию. Предшествующее ослабление карантинных мер привело к тому, что население перестало соблюдать элементарные санитарные правила, говорят санврачи. Люди не носят защитные маски, не соблюдают социальную дистанцию и не пользуются антисептиками. В результате коронавирусом заболевают уже семьями и трудовыми коллективами. Уважаемые жители столицы, не нужно забывать об ответственности. В первую очередь руководители предприятий, сами работники, все должны соблюдать строгие санитарные нормы. Мы сейчас вместе с санврачами проводим рейды, контролируем, но должна быть солидарная гражданская ответственность каждого из нас. И только в этом случае мы преодолеем этот непростой период. В ответ на халатное отношение к своему и общественному здоровью со стороны отдельных граждан, в столице могут снова ввести жесткий карантин. Многие люди, игнорируя правила безопасности, не соблюдая защитных мер, посещают парки, торговые центры и места общепита. Поэтому и обещанные открытия кинотеатров тоже под большим вопросом. Ваше нежелание, халатное отношение к здоровью и жизни окружающих вас людей не дает нам возможность стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в столице и вернуться к обычному ритму жизни. В случае увеличения количества больных, я как главный государственный санитарный врач города Нур-Султан, оценивая эпидемиологическую ситуацию в городе, во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, вынуждена принять решение об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий. Но ужесточение карантинных мер, по-видимому, не самое страшное, что нас может ожидать. Увеличивается количество бессимптомных больных коронавирусом. Только в минувший четверг в стране было зарегистрировано 630 зараженных, но не имеющих никаких клинических симптомов граждан. Они опасны тем, что сами того не зная, могут инфицировать окружающих. Бессимптомный отнюдь не означает, что у него никогда ничего не появится, ведь их можно разделить на две группы. Реально бессимптомный, потому что мало попало вирусных частиц и был сильный иммунитет. И тот человек, который находится в конце инкубационного периода, и у него эти симптомы появятся. Вот эти группы мы, к сожалению, пока что еще не научились ни клинически, ни лабораторно делить. Пока не появляются симптомы, мы четко даже не можем сказать, или этот человек реально бессимптомный, или он в конце этого бессимптомного периода все-таки выдаст какую-то клиническую картину. Как бы ни хотелось это признать, но эпицитуация в регионах страны нестабильная. Требуется жесткое соблюдение санитарных норм, уверены санврачи. Об этом же и говорили на межведомственной комиссии под руководством заместителя премьер-манистра Ирала Тукжанова. Он поручил воздействовать на тех владельцев бизнеса, которые пренебрегают санитарными правилами. И это не без основания. Только в Восточно-Казахстанской области за минувший месяц было выявлено около 700 нарушений карантинного режима. Пришло время для того, чтобы все-таки принимать какие-то действенные меры. Нормативная база у нас вся есть. Есть приказ министра здравоохранения Республики Казахстан, где четко регламентировано, что мы имеем право проведения проверок малого и микробизнеса. Рейды, проводимые в регионах, очередной раз доказывают, что общественность и бизнес или не осознают все серьезные ситуации, либо просто игнорируют требования санврачей. Никто не стоит и не проверяет наличие масок и не проверяет температуру. Одной из причин роста заболеваемости является и то, что люди стали делать больше тестов по собственному желанию. К имеющимся клиникодиагностическим лабораториям добавились еще и мобильные пункты по забору анализов на COVID-19. Если в Алматы таких уже семь, то в столице на неделе появился только первый. Сказать, что его открытие прошло без сучка и без задоринки, сложно. Жду где-то вот час-полтора максимум жду. Потом сказали, что до обеда уже план они сколько-то количеств уже выполнили. И теперь после обеда там 15 пеших, 15, которые в автомобилях сидят. Я не знаю, я ничего быстрого здесь не вижу вообще абсолютно. Нам вот сегодня говорят, походите завтра, у нас с утра было 90 человек. Но зачем тогда такую рекламу давать и людей гонять с одного края в другой край? Вот так выглядит мобильный пункт по забору анализов на COVID-19. В теории преимущество такого экспресс-скрининга – экономия времени и денег. Но, как показывает практика, людям приходится ожидать своей очереди часами. Тестируемые делятся на две группы – на тех, кто пришел пешком, и тех, кто приехал на своем автомобиле. Впрочем, и те, и другие ожидают своей очереди с 7 утра. Когда зарождалась идея создания подобного центра, людям обещали, что центр будет работать с 8 утра и до 8 вечера, и принимать будет по 200 человек в день. Но на деле все оказалось немного иначе. Пункт работает 4 часа в день и принимает до 100 человек, желающих пройти тест на коронавирус. Тестовая неделя прошла. Работа поставлена на поток. Запустился пункт предварительной записи. Спрос высокий. Очередь переполнена на несколько дней вперед. Недавно Аким города провел совещание. Было решено еще такие дополнительные пункты в городе открывать. Конкретно ответственные лица назначены. Я думаю, что мы постепенно эту работу наладим. На сегодняшний день, как вы видите, удалось, несмотря на такое, все-таки удалось наладить. Машины подходят, время долго это не занимает. Тот опыт, который мы наработали, вот именно эту неделю, сегодня неделю работаем, он пригодится и для всех остальных последующих открытий таких пунктов забора. Тотальный карантин однозначно помог многим государствам мира избежать коллапса системы здравоохранения. Но стоило лишь немного ослабить режим контроля, как коронавирус вновь поднял голову. Понятно, что ограничительных мер только со стороны государства недостаточно. Сознательность должны проявлять и все граждане. Ведь здоровье общества зависит от действия каждого отдельного человека. И понимание того, что мы несем ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье наших близких и окружающих.